Здравствуйте! Здравствуйте! Пятый тур волейбольной лиги чемпионов группы Т. Пятый тур волейбольной лигией команды Владимир Олеговна, а четвертого лидера Александра Сергеевна. Можемы, молодежи, как честь социальной арестованности на месте воевольной чемпионов Евразийской конфедерации воеволок, отравлены все-таки новой кампании «Путь воеволок силённых жизни». Это предмет ощущение совершать в своих развитии народных, в своих kırm seus pelos, покажет определенным 국민 jawnn вз Shelley watching фигcap с вами gradeена. Покажу, что иногда вы clergy в стране преодолеют и любые этой страны, солдов, не только обиды у них, но и гор., которая, но и которые��� Поэтому за это стараться нам нашим траг w напомним. Считывой, Вай Атар! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вторым доигровщиком на этот поединок заявлен кубинец Леон. В диагонали Максим Михайлов номер 18, пассует игрек обзор 13, центральные блокирующие Александр Гуцалюк 14, Андрей Ащев номер 11, Либера Теодор Салваров номер 7. Что касается наших гостей, то здесь, конечно, нужно отметить американского диагонального. Под пятнадцатым номером он играет Мартин Кларк, под первым капитан команды Костас Христофиделис, восьмой у связки Константина Хрусалеса. Семнадцатый номер Лианис Теодоридис, центральный блокирующий. Девятый Минилай Кокенакис. Ну и вот я не вижу в стартом заставе украинского пионера, который стал сам результативным. В первом матче Андрей Дьячков, он остался в запасе на этот матч. Главный тренер Димитрис Казазис оставил его пока вне игры. Ну, у Греков ситуация крайне тяжелая с точки зрения турнирной таблицы. Если они не выиграют этот матч, то, в общем, с надеждами на плей-офф можно попрощаться. У Олимпиакоса после четырех туров всего-то три очка. Семнев Ридрис Каффина, ну а лидер группы Зенит 12 очков уже обеспечили антиби место в плей-офф. Ну и если сегодня победят с любым счетом, то и первую строчку гарантируют. Да, вообще надо сказать, что мужская липи чемпионов в этом сезоне, наверное, не столь любопытна для нас на стадии групповой, поскольку... Казанский Зенит, да, вот эту вот первую локальную задачу, вышли в следующий раунд. Но, кстати, отметим тот факт, что накануне и новосибирцы, и белгородцы уступили в своих очередных матчах. Ну, ездили вторые составы, согласно Белагорье в Истамбуле, а Тенер Бахче проигрался, еще там 1-3. Новосибирцы в Испанию тоже отправили второй состав. Там, наконец-то, депутировал Мороз. После травмы он долгое время залечивался. Наконец вышел в составе, и в каждом сете была борьба. 27-29, 23-25, 24-26. Локубатик уступил испанцам из Кай и Тироэля, но, по сути, тоже свою задачу они уже выполнили. Теперь, правда, у них в группе очень интересная ситуация. Поскольку Тироэль вышел на второе место, но вот у поляков из Трижепски есть шанс их обогнать. У них 6 очков, а у испанцев 7. Ну, соответственно, у поляков один матч в запасе. Ну, а у Белагорье в группе 7 очков у Фенер Бахче и у итальянцев из Мочерата, или 3. Мочерата накануне победила в гостях Пари Валей, и парижане потеряли шансы провидцеплеем. Хорошие преимущества у Зенита в начале этого матча 2-6. Олимпиаку состоит на 4 очка. Несмотря на то, что сегодня в Зените есть серьезные изменения, Мэтью Андерсон, Театр Салпаров на площадке. Казанцы пока превосходят соперника. Казанцы, отгоняй мне заводить. Ну, вот класс, смотрите, эйс. Хорошая подача и прямо в лицо у Леона мяч попадает. Неприятный такой эпизод. Надеемся, что он обойдется даже без легкого нокдауна. Нет, плечо у себя. С нашей компаторской позиции показалось, что в лицо. Ну, нет, все нормально. Ну, вчера, конечно, Олимпиакос так завороженно смотрел на тренировку Зенита. Как раз они в конце приехали. И, ну, я бы сказал, как кролик на удава взирали на разминку и такие упражнения наших ребят. Ну, хотя, в принципе, им предоставили маленький зал для того, чтобы там, ну, растянуться, подготовиться к игровой части тренировки. В общем, они пошли сидеть и наблюдать за Зенитом. Греки решили, наверное, чему-то поучиться. Ну, наверное, не так часто они встречаются с командами, в которые есть не только олимпийские чемпионы, но и несколько победителей континентального первенства Европы. С очень серьезный подбор легионеров Маруф пока не сыграл, но это открытие прошлого европейского сезона лучшей связующей мировой лиги. И теперь ему предстоит показывать свой высочайший уровень уже в составе Казанского Зенита. Это Блитти Андерсон, это один из лидеров сборной США. Кстати, постоянно отмечаем тот факт, что в Казани Андерсон действует на позиции для игровщика. Он вообще много лет выступает в этом амплуа. А вот в сборной США из-за проблем кадровых после ухода Клэйтона Стэнли Андерсону приходится действовать на позиции диагонального. И вообще, в то время, когда был очень серьезно травмирован Максим Михайлов, «Зенит» как раз приглашал Алексея Спиридонова. Думается, еще и для того, чтобы в какой-то пожарной ситуации Андерсон мог уйти в диагональ, а у Казанцев был дополнительный этой игровщик. Ну, а о изменениях в составе «Зенита» в этом сезоне можно, наверное, целый роман написать. Какие люди приходили, уходили. Тут можно вспомнить и Бенджамина Таньюти, который в пару месяцев, наверное, провел в «Зените», стал обладателем Кубка России и отправился домой. Сорвали, можно сказать, парня изровенные, а в итоге не получилось использовать его так, как хотелось. Очень приятно, кстати, обратить внимание, я думаю, что наши коллеги покажут, добавился еще один флаг. Болельщики развешивают флаги легионеров, которые выступают в составе «Зенита». На Кубинский, понятно, он, наверное, на каждом матче. Салпаров, Болгарин сейчас на площадке, пожалуйста, и болгарский флаг есть. И вот теперь американский, еще и иранский нашли. Наверное, непросто было найти иранский флаг. Кстати, на соседнем от нас с тобой столике стоит фиксатор силы скорости подачи. Вот, в частности, Игорь Поблер сейчас пульнул мяч со скоростью 100 км в час. Тоже такая львопедная информация, планирующая от греков 58. Кстати, вот вчера такое впечатление Марусь на тренировке оставил. Он очень хочет из-за этого играть, он очень хочет скорее войти в состав. И он даже излишне пытается показать товар лицо. Помнишь, как он с любого приема пытался позавать или первому темпу, или сверх ускорять игру. Может быть, от него такого и ждут в команде. Но пока это еще, наверное, от какой-то нервозности и непонимания до конца возможностей своих коллег. Сложнейший матч сейчас поднимает Теодор Салпаров. Но после этого греки все-таки очко зарабатывают. В любом случае 6-9. Казанцы впереди. И пока, в общем-то, каких-то таких вот серьезных поводов говорить о счете, о каком-то равенстве у нас не возникало. Пока, естественно, обсуждаем в большей степени какие-то моменты, связанные не с волейболом, а с жизнью казанского клуба. Андрей Ащев. Также в этом сезоне он перешел в казанский «Зенит». Ну и, в общем, очень-очень часто появляется он на площадке. Из основных центрально блокирующих сегодня нет в игре Николая Апаликова. Капитана команды. Ну, у «Зенита» есть возможность проводить определенную ротацию. И уж тем более совершать ее именно в матчах Лиги Чемпионов. Группа у казанцев не самая сложная. Мэтью Андерсон набирает 11-е очко для казанского «Зенита» и Максим Михайлов отправляется подавать. От него мы традиционно ждем очень хорошие, очень сильные подачи. А вот как раз эти флажки иностранцев, которые за площадкой соперник сейчас находятся. Тем более, что «Зенит» играет у себя дома, а значит, каждый метр площадки знаком. Отличная подача, выбитый прием и тройной блок казанского «Зенита». Но вот сейчас греки, в общем, с этим справились. Отыгрался нападающий от блока. Как я понимаю, это был 15-й номер, американец Мартин Кларк. Посмотрите, какая неудобная была позиция у связки, но, тем не менее, он подвесил мяч достаточно комфортно. Милан Юрисич подает. Но Андерсон как будто вернулся домой. Он сам это говорил в интервью нашим коллегам, когда приехал в Казань, как будто уезжал на уикенд домой. И вот сейчас его родной клуб, второй дом в Казани для Мэтта. И, действительно, не нужно, по большому счету, каких-то долгих временных отрезков, чтобы налаживать взаимосвязь с пасующими. Самому найти снова свой оптимальный уровень – это да. Но, с другой стороны, вот он накануне сказал, что ментально он стал сильнее, а в какой-то мере физически тоже добавил, поскольку отдохнул немножко от волейбола, от постоянного стресса. Постоянно, постоянно греки подают в Леона. И, в общем, это приносит определенные дивиденды. Дважды заставили кубинца ошибиться на премию. Но об этом много кто говорит, и специалистов о том, что Леон, конечно, очень хорош в атаке, атлетичен, спортивен, но с премионом бывают сложности. Третий раз. Еще один эйс. Ничего себе. 11-12. Всего-то одно очко разрыва. И думается, что Владимир Олегович сейчас возьмет таймаут, если не в этой паузе, то он светлый. Ну, кубинец действительно такая хорошая колотушка. В принципе, он тоже может быть диагональщиком очень приличный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, досталось сейчас. С 17-му номеру я несу Токуридису. Красивый момент получился. Александр Коцалек на подаче. Дважды выигрывал Лигу чемпионов вместе с Новосибирским активом и вместе с Казанским зенитом как раз. И надо снова Токуридис центра внимания у нас в следующем эпизоде. Но сейчас он настоящий герой этого игрового отрезка. А вот Кокенаке с замечательной прической, явно выделяющимся из всех гостей. При этом еще, несмотря на мороз, не одевает головной убор, чтобы, наверное, не испортить как раз свой начес. Двенадцать-четырнадцать. Всего-то. А какое было начало? Ну, очевидно, что Олимпиакосу необходимо было время, чтобы войти в игру. И вот похоже, что греческий клуб чувствует себя вполне комфортно сейчас во дворце Санкт-Петербург. Токуридис на подаче. Ошибается Мэтью Андерсон. И не будет атаки у зенит, то у греков есть возможность сравнять счет в этом сете. Справляются. Опять же, Кларк. Девятнадцатый номер, американский диагональный, леворукий. Четырнадцать-четырнадцать. Греки упираются, но и в первом матче не скажешь, что вот эта победа со счетом 3-0 дала зениту легко. Пока есть определенные сложности в приеме у казанской команды. Но вот Леон сам ошибся, но после этого отлично атаковал. Он, конечно, за счет прыжка, за счет силы атаки, за счет мастерства способен каким-то образом вот нивелировать свои неточности в приеме. Леон, кстати, на удивление такой общительный, открытый парень. Его очень поддержали родители на финале Кубка в Белгороде. Сейчас они вернулись домой на Кубе. Но, как вы знаете, кубинские власти постепенно... Это Александр Волков, да, он по-прежнему и число зрителей уже. Вот кубинские власти, как вы знаете, потихонечку смягчают правила и отпускают... Собираются отпускать уже официально своих игроков, выступать в Европу и в Россию в чемпионат. То есть это не будет наказываться дисквалификацией. А поэтому Кубок Олимпийский мэгра может собрать фантастическую команду. В числе этих волейболистов наверняка будет Леон, который как раз и говорил, что я не хочу отказываться от своего паспорта, от своей Родины. Я готов выступать за сборную, если меня позовут. Второй технический тайм-аут 16-15. Минимальное преимущество у Казанского «Зенита». Напомним, к первой паузе... Было значительно лучше, но вот просто напомню вам о том, что 6-1, так «Зенит» начал этот сет, эту партию. Но греки подравнялись. Ну, эта песня, кстати, которая сейчас звучит здесь, будет актуальна и завтра. Когда гораздо более важный турнир, на точке зрения, матч будет проводить Казанская «Динамо», девушки с активной камбой. Они будут бороться за попадание в плей-офф пока еще. Поскольку в своей подгруппе занимают второе место, и матч будет с Робитой. Прямой конкурент по 6 очков у «Динамо» и у Робиты. Ну и, кстати, накануне лидер этой группы, это «А» в женской лиге чемпионов, Хемик уступил Проштиева на своей площадке 2-3. Теперь у Хемика 11 очков, просто 5 туров. И у Казанского «Динамо» появляется шанс занять даже первую строчку. По крайней мере, чисто математически. Отстают на 5 баллов и две игры впереди. Так что завтра в это же время включайте ваши телевизоры. В ночь со 17.40 мы работаем для вас отсюда, из Казани. И важнейший матч для женской команды, которая защищает титул победителя Лиги чемпионов. И опять ошибка на приеме у Леона. Многовато брака собственного прежде всего у этого состава «Зенита». Но пока Владимир Олегов не делает никакие перестановки. И, наверное, дает шанс исправить ребятам. Так что сами наломали дров, сами и разгребали. Да, греки сейчас не воспользовались предоставившимся шансом. Максим Михайлов в прошлый раз очень здорово на подаче отметился. 106 км в час. Да, и сейчас зарабатывает эйс. Простите, не из переходящего мяча, конечно же, и Мэтью Андерсона. Квартирка его на сторону соперника укладывает. 19-16. Но за счет подачи. За счет подачи потихонечку «Зенит» опять уходит вперед. Что и требовалось доказать. Конечно же, казанцы соперников превосходят. Кларк. Наконец-то его закрыли. До этого он как-то удавался ему справляться даже с тройным казанским блоком. Но сейчас в эту стеночку казанскую уткнулся и уже и не знал, что делать. Ну и далековато было до сетки. Конечно, не самая удобная позиция для атаки. На очко зарабатывает, как вы понимаете, по этой реакции Мэтью Андерсона. Возвращаются команды после этого таймаута Олимпиаку. Возвращаются в конце концовки первой партии. Максим Михайлов продолжает подавать. Хороший отрезок на подачу он проводит. И за счет именно этого элемента казанцы сейчас впереди. С таким преимуществом. Еще одна классная подача. Выбитый прием. Есть возможность для доигровки. Вот сейчас Леон молодец. На задней линии хорошо отработал. Красота. Все очень здорово. На классе изиграет Зенит. Ну, опять же, отмечаю Максим Михайлову. Не только на подаче, но и в атаке в последнем розыгрыше. Был очень и очень хороший. Не сработал греческий таймаут. Частенько наставники берут его для того, чтобы повлиять на подачу соперника. Ну, а Михайлову местный диджей придумал прозвище «Пулемет». Вы смотрите, сейчас он мог еще больше оторваться. Помочь команде оторваться от греков. Но и те тоже стараются изо всех сил. Им каждое очко очень важно. Еще раз напомню, мужской лиги чемпионов только со второго места можно попасть в плей-офф. У девушек, как мы помним, и три команды с третьей строчки тоже выйдут в следующий круг. Пока у греков ситуация непростая. Не уступает. Четыре очка Фридрикс Харфену. Собственно, такой заочный спор виды. Плюс пять. Андерсон подает. Узнаем брата Мэтта не только в атаке, но и на подаче. Сказочный Кантерсон. Помнишь, тоже не такое было прозвище? Да, Кантерсон было не такое прозвище. Вот, и есть, наверное. Ах, нет, еще не, конечно, в оптимальном состоянии он. Вот сейчас мы изработаем очко договорных все вместе. В прошлогоднем финале шести чемпионата России Андерсон был безусловно лучшим. Был признан так и неофициально MVP. Того финала, по мнению Бали, что специалистов провел отличный игровой отрезок. Ну, фактически во многом из-за этого «Зенит» выиграл в лотые медали. Хотя, наверное, будет неправильно кого-то одного выделять. И в те дни казанцы смотрели с таким мощным командным кулаком. Ну, а как здорово полетаясь, подменил тропирование Михайлова. Очень четко сработала команда и тренерский штаб. Все было идеально. Леон. Отметим Бобзарин, который создал эти идеальные условия. Сейчас Гуцалюк выманил на себя блокирующих. И Леон уже поверх опускающегося блока атаковал сетбол. Ошибка на подаче Александра Гуцалюка. А так можно было уже сетки заканчивать. 24-20. Ну, нет никаких сомнений, что в первой партии сложности в конце «Зенита» возникнуть не должно. Барсон идеальная доводка. И забивает Андрей Ащев. Нет, не забывает. Ух ты. Ну, как он борется. И в защиту тянет и атакует. Ой, как здорово. Фантастический мяч Максим Михайлов достает. Леон. Блестящий. Ну, конечно, Леон красавец. Ничто бы Максим Михайлов особенно отметил. Очень сложный мяч. Удалось достать диагональному казанской команды из сборной России 25-20. Первая партия за казанским «Зенитом». В КанАвто. Шевроле Нива по цене 2014 года. Отличное кредитное предложение. Регистрация авто в салоне. Услуга трейд-ин. Шевроле Нива. В КанАвто. 230-30-30. Сеть кредит от УАО «Сперва» от России и за ОВДБ-24. Мисс Татарстан 2015. Финал. 26 января. КРК «Пирамида». Официальный партнер. Компания «Просто молоко». Генеральный партнер. Друпнейшая строительная компания «Сувар Холдинг». Мобильная связь «Летай» представляет. Мощный, яркий смартфон 4G. Летай до лета, не выходя из интернета. Шесть месяцев улетного общения. На смартфоне 4G. Всего за 7250 рублей. Купи в салонах Тартелеком и летай. Мобильная связь. Пункты ГИБДД в Канавта. Прохождение технического осмотра. Регистрация легкового и грузового транспорта. Перерегистрация. Изготовление номеров и их дубликатов. Работаем с 9 утра до 9 вечера. Ежедневно. В Сибирский тракт 48 и Оренбургский тракт 209. Вы мама сташе-классника? И хотите, чтобы в будущем ваш ребенок имел престижную, высокооплачиваемую работу? А знаете ли вы, что для этого именно сейчас важно выбрать, какие ЕГЭ сдавать? Помогите своему ребенку сделать правильный выбор. Позаботьтесь о его успешном будущем. Ваши новые возможности в медиабизнесе. Стабильная и интересная работа для опытных специалистов по телерадиорекламе в Казани. Звоните по телефону в Казани 5705-100. В прямом эфире итоги акции «Выиграй автомобиль». Розыгрыш холодильников, телевизоров и автомобиля от компании «Просто молоко». Счастливым быть просто. 23 января в 19.30 на ТНВ. Ну, наверное, Алексей, можем допустить, что какие-то еще замены сегодня в составе казанской команды произойдут. В частности, Владимир Олег на походы первой партии подходил к Виктору Политаему, молодому российскому диагональному. Что-то ему говорил. Ну, при счете 4-14 тут, конечно, надо держать основного диагональщика. Вот если дальше дела будут развиваться как-то более спокойно для «Зенита», то, может быть, и Политаева мы увидим. Все готово к началу второй партии. Греки на подаче. Первый номер. Ристопедилис. Подает, естественно, в Леона. Опять ошибка. Переходящий мяч. Тактика греческой команды не меняется. А при Диане, по их мнению, слабейшее место. Именно в линии принимающих у казанской команды. И бомбят, бомбят Леона. Леон действительно ошибается. Преходящий мяч. Это «Зенита». Спасибо. После этого, правда, Греки самолично мяч в сетку отправили. Костас, играющий по первым номерам после хорошей подачи, допустил ошибку. Леон здорово. В защите мяч поднимают. Смягчает казанцы и на блоке. Атаки нет. Надо вновь защищаться. Кларк. Такое ощущение, что приноровились. Приноровились они к этому льворукому диагональному. А тут еще греческая команда в атаке допускает неточность. Опять же, это первый номер. И 2-1. «Зенит» только-только минимальным счетом наступал. Сейчас уже впереди. Женская команда «Динамо» закончилась тренировкой. И мы, вполне возможно, увидим девушек, которые хоть кусочек матча посмотрят. По крайней мере, вот тут решет. Близудинов уже пришел. А накануне Ольжини Старцева рассказывала, что вот уже полсезона прошло. Ей удалось всего 2-3 матча посетить мужской команды. Тут хорошая традиция, когда мальчики поддерживают девочек. Ну и, соответственно, наоборот. Так что, может быть, завтра и «Зенитовцы» придут поболеть за «Динамо». Это был сложнейший матч против «Рабиты». Ну а вчера девчонки тоже раньше, немножко закончив тренировку, заглядывали и смотрели на новичков «Зенита». Естественно, Старцеву интересовал, как пасует ее коллега Маруф. Ну, эту ближайшую субботу мы сможем узнать против «Краснодарского» «Динамо». Как же пасует Маруф? Что же это за зверь такой? Отличная подача. Это Игорь Кобзарь. Вспоминается сразу и финал шести. Кубка России. Недавний в Белгороде Кобзарь очень здорово себя на подаче проявлял. И несколько матчей в чемпионате России. В этом сезоне случалось. Кобзарь именно в этом элементе был крайне хорош. Вообще Игорь значительно вырос с точки зрения волейбола. Он и повзрослел. Он недавно стал отцом. И он, наверное, тоже как-то по-другому чуть-чуть стал смотреть на мир. Раньше такой совсем был пацан. Где-то бесшабастный, бесшабашный. Такой немножко несерьезный. Сейчас он постепенно в таком звездном коллективе, в такой компании вырастает в очень хорошего с везущим. Задатки-то были всегда. Его отец привел в большой волейбол. Иосиф, но он долгое время не доступал тот для начала матца в Газпром Югре. Вот получил шанс сыграть на самом высоком уровне в Зените. И, конечно, теперь цепляется за него, несмотря на то, что по ходу сезона добавляются конкуренты. Кроме Лесика, это был Танец. И теперь вот с мороженым придется бороться за место площадки. Так, конкуренция очень серьезная, но похоже, что Кобзарь с ней справляется, во всем случае, на данный момент. Блок, блок Казанского Зенита и 6-3. Смотрите, какая сейчас линия блокирующих у Казанцев. Тут и Ащев, тут и Михайлов, и Андерсон. Все высоченные, прыгучие. Не просто грекам приходится, а еще и Леон на подаче. И еще один. Оказалось бы, Леон. Да. 7-3. Очень хороший Зенит отрезок сейчас проводит. Очень хорош Зенит и хороший отрезок проводит команда Владимира Олега. 114 километров в час и практически в нашу комментаторскую позицию мяч прилетел. Вот интересная замена, нестандартная для Владимира Олеговна, но, в принципе, не знаем. Вполне ожидаемая, по-моему. Да, в других командах часто это происходит. Фактически второй Либера выходит на заднюю линию и помогает в приеме. Здесь вот какое слабое место Леона будет прикрывать. Владислав Бабичев появился на площадке. Наверное, один из самых опытных игроков Казанского Зенита. Человек, который фактически с основания клуба здесь и прорывался в элиту с самых низов. Не зря клуб Бабичева называется. Туда вступают игроки, которые, по-моему, больше 200 или 250 матчей провели. А вот и динамки. Всем привет! От Кати, Маши, Жени и Елены. Завтра мы будем болеть за вас. 8-4. Первый технический тайм-аут во второй партии. И хорошее преимущество у команды Владимира Олеговна двоэкранное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Андрей Ащев на подаче. Как правило, не силовая, а планер. Здорово в защите. Это, кстати, Бабичев, который по-прежнему на площадке. Важнейший мяч, Владислав сейчас поднял. Здорово сейчас и Прусалец справляется со своими функциями, связка греков. Красивый пайп организовал, знаете, в контратаке. Мы подключаемся, мы будем все вместе. Весь центр клейбова. Давайте покажем первый пирс везде. Хорошая комбинация от Казанского «Зенита». Александр Гацалюк играл в завершении. Не очень удобная, да, передача от Игоря Кобзаря. Как на блюдечке выложил. Максим Михайлов. Ой-ой-ой-ой, Агларк, по-моему, начинает уже бояться Казанского блока. Вот сейчас очевидно, что атаковать ему было неудобно, и он пытался попасть по пальцам. Блокирующий просто не попал. 10-6. Кто-то, видимо, заступил, да, на сторону соперника. Кто-то из игроков Казанского «Зенита». 7-10. Обидно. Ой-ой-ой, как здорово. Такой короткой передачей в ночь Игорь Кобзарь находит Александр Гацалюкан. Но у нас обратная замена. На переднюю линию, естественно, выходит клево инвеста Владислава Бабичева. На сервисе подрастающий. Владислав уже что-то долго-долго обсуждает с Владимиром Олеговым. Остается Христофиделес на одном блоке. И так аккуратно, технично его обыгрывает. Да, сейчас перехитрил Леонов. В последний момент он изменил направление. Похожий сценарий, как в первом сете. 84 к техническому. Потом разница уменьшается. Греки пытаются достать. Может быть, даже сравняют счет. Не проходит пайпу у Казанского «Зенита». Андерсон уткнулся в блок. Вот какие мячи поднимают казанцы, а. А вот тут блок. И вновь Кларк. Последние, наверное, минут 5-7 американскому диагональному вообще кислород перекрыли. Постоянно ему приходится играть против тройного блока. Но, конечно, и казанская подача на это влияет. Айчев, 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 Айчев. Айчев, Айчев, Айчев. 13-8. Хорошее преимущество у «Зенита». И наставник казанской команды берет тайм-аут. Нет, ну скорее грек берет. Каза здесь. Да, не казанская, простите. Конечно же, греческая. Это окей. Калаймаси, калаймаси. Минбелли и подохи до Либеру. Гарни до Либера, делосовно, команды с подохи. Эхмуту Леон, эхмуту Андерсон. Мексимафтиси Лобера. Такси. Айчев, Айчев. По большому счету, конечно, вряд ли. Димитрис Казидис может требовать от своих подопечных какого-то положительного результата. Наверное, определенных игровых вещей он требует от команды. Ну, как минимум, выполнение установки. В принципе, периодами игроки очень неплохо смотрятся. Здорово. Казанский блок работает. Еще одна доигровка. Максим Михайлов будет атаковать, не забивает. Не доробятся, не доробятся хозяева. Кларк. Кларк торопится и отправляет мяч в ауку. Грядет, грядет, по-моему, замена диагонального Олимпиакоса. Ну, он, конечно, потерял уже уверенность в своих силах после тех блоков, которые ему поставили, таких абсолютно без шансов ситуации. И вот теперь он в попытке отвести этот блок далеко ваут. Бьет. Я не знаю, есть ли игрок достойный для замены у греков. Ну, общие заявки назначатся под 18-м номером Аней Целати. В принципе, опять же, Андрей Дичков, украинский доигровщик, может выйти на эту позицию. Не проходит пайпу второй раз. И вновь, кстати, атаковал Мэтью Андерсон. Но очень здорово, но очень здорово команда Владимира Олега строкует. По строковке действует. Дважды Андерсон в шестой зоне не забил. Но при этом и в первом случае, и во втором, казанская команда мяч оставляла в игре. Это, конечно, интересная ситуация у Андерсона. Если сейчас все-таки КВ отдаст финал четырех Казани, то вот он вернулся на четыре игры. Эту через неделю, соответственно, в Германии с Фридрих Спаффиным. Ну, и, соответственно, финал. Булсенал, финал. Ну, приятно, что у «Зенита» есть ресурсы и возможности иметь такую скамейку запасных специально под Лигу чемпионов. Кларк как-то совсем расстроенным выглядит уже. И подача не летит. Ну и плюс шесть. А в прошлой партии, между прочим, был счет почти равный. В этой ситуации 16-15. Наши выливались, не делали. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, Владимир Олег нам индивидуально побеседовал с Мэтью Андерсоном. Понятно, что на ближайне двух сезонов американец выступал за казанскую команду, но что-то подзабыл и за время его отсутствия нужно восстанавливаться. Ну, кстати, вот мне даже показалось, что очень спокойно Олег на вас принял новость о том, что не сможет использовать Маруфа. Сегодня на матче с Олимпиакосом уже какое-то ощущение, что просто привык он к тем неожиданным палкам в колеса, которые попадаются. В принципе, когда приглашали Таньюти, были уверены, что смогут цевить его в Лиге чемпионов, потому что он не провел ни одного матча за Равену. Такие КВ, но там этот вариант не сработал. И вот здесь все откладывается, откладывается дебют Маруфа. Ну, в прошлом сезоне у Зинита была положительная практика, приглашение вот на флажке, да, Горбича, по сути, они позвали после того, как поляк в польский связующий получил драму. Жигатло, да. И тогда Горбич выступал как у него. Тогда еще сезон не начался, видимо, вот по этому вариант сработал, и еще не было сыпать ни одна матча в Европу. Да, ну, как-то все формальности были решены, а вот в этом сезоне Зинита постоянно приходится противостоять не только соперников на площадке, но и жить в ближайшем будущем, каким-то. Ну, да, каким-то бюрократическим вещам. Но с другой стороны сами устроили себе такую жизнь, можно было бы вроде бы спокойно и с теми связками, которые есть, выбирать. Тем более, что Кобзарь, в принципе, всегда растет. Но с другой стороны мы видим, и сейчас несколько пайпов не проходит, и какие-то отрезки... Может быть, и стоило Игоревичу чуть-чуть со стороны посмотреть на этот матч, и усиление на этой позиции вполне возможно пригодилось бы. Против Олимпиакоса абсолютно ничего страшного, наверное, нету. В отсутствии изменщика достойного. У Казанского Зинита во всех линиях очень высокая конкуренция. И, по всей видимости, пока вот ее нет только на позицию связующих, и она в скорости будет. Плюс семь. У Казанского Зинита, Олимпиакоса перед Штарой Пуфе. Любопытно, что греческий наставник не торопится, да, вот какими-то заменами соперникам удивлять. Может быть, и не будет никакого удивления, но мог бы таким образом на игру повлиять. Андрей Ащев. Провиционная планирующая подача от нашего центрального блокирующего. Есть возможность доиграть. Греки очень стараются, тащат мячи. И опять один в один, а. Множество, да, сегодня таких мячей было, когда казанцы именно за счет одиночного блока очки зарабатывают. И вот уходит Кларк. Человек, который попробует заменить американского диагонального Энео Целати. Да. Мы уже анонсировали возможное появление этого игрока. И вот оно случилось. Повторой за это проходит абсолютно при контроле Зенита над игрой и над счетом 20-13. Сегодня, кстати, в это же время ответные матчи в других Еврокубках играется в плей-офф. Московская «Динамо» уж сражается в 1-4 ККИКВ с Тузой. Ну и, кроме того, губерния пытается отыграться после поражения от минского строителя. На прошлой неделе нижегородцы уступили 1-3. Сегодня попытка затворить, ну, собственно, то же самое сделать, что сделали накануне краснодарские «Динамо» в Кей. Выиграли 3-0 у «Локомотивы». И затем золотой сет тоже краснодарской девушке. И обыграли бакинских волейболисток. Почти 15-13 вышли в следующий раунд. Это будет уже челлендж, раунд Кубка ИКВ. Ну и еще порадуемся за «Уралочку», которая попала в 1-4 Кубка вызова, переиграв турецкий «Ильбанк» неделю назад в гостях. А вчера отдаем у себя 3-0. 23-13 плюс 10 у казанского «Зенита». Очень сдержанно они празднуют каждое заработанное очко. Но при этом, наверное, можем отметить высочайший уровень концентрации. Просто так мячи у «Зенита» на площадку не падают. То есть, несмотря на такое преимущество по счету, «Зенит» играет очень-очень ответственно. Еще одна замена. Цатирио вышел на площадку вместо капитана Христа Фиделиса. Максим Михайлов. В этот раз ошибка. Очень здорово, Макс. Подавал и в первой партии, и в этом сете. Ну, сейчас ошибся. В частности, в стартовой партии у него всего одна неточность была в этом алименте. Викрополитаев появился на площадке. Молодая звездочка «Казанского Зенита» вместо Максима Михайлова. И сразу же, сразу же отмечается ажиотативная атака. Левша. 24-14 и матчбол. Матчбол, сетбол, да. Это я забежал. Ну, я думаю, что Виктор может и остаться до конца встречи. В принципе, мне кажется, что греки сломлены. Уж не знаю, как третий сет будет развиваться. Я сомневаюсь, что серьезное сопротивление не окажут. И Политава вполне хватит для того, чтобы дожать на Олимпиаду. Сапокалий он, как и в прошлой партии, последний коснулся мяча. 25-14 только. Колоссальный перевес. Плюс 11 у «Зенита». И поздравим команду. Она формально обеспечила себе первое место. Заработал. Одну очко, как минимум, сегодня. Мы сейчас послали вашу мяча. Мы будем играть. Мобильная связь «Летай» представляет. Мощный, яркий смартфон 4G. Летай до лета, не выходя из интернета. Шесть месяцев улетного общения. На смартфоне 4G. Всего за 7 тысяч 250 рублей. Купи в салонах Таттелеком и «Летай» мобильная связь. Поволжский ковровый центр. Новогодняя распродажа до 40%. Ямашево 36. Газета «Пенсионер» в Татарстане. Все о пенсиях. Консультации юристов. Советы народной целительницы. Полная телепрограмма. Спрашивайте в киосках. Артроз. Остеохондроз. Гипертония. Варикоз. Болезней много. Аппарат 1. Алмак 01. Приобретайте Алмак в январе по выгодной цене. В аптеках «Сакура» и аптеке 36,6 предусмотрены скидки. Спешите. Количество товара ограничено. Открылся крупнейший в Казани автосалон «Канавтоэксперт» «Автомобили с пробегом». В котором можно выгодно сдать, обменять и приобрести автомобиль. Только в «Канавтоэксперт» широкий выбор программ кредитования и страхования. «Канавтоэксперт». Автомобили с пробегом. 230-30-30. «Мисс Татарстан-2015». Финал. 26 января. КРК «Пирамида». Официальный партнер. Компания «Просто молоко». Генеральный партнер. Трупнейшая строительная компания «Субар Холдинг». Выбираем наше. Покупай «Татарстанское» вместе с ТНВ. Телекомпания «ТНВ» позволила узнать о нашей клинике не только гостям, зрителям, но и очень многим нашим потенциальным клиентам. Из самых отдаленных районов республики и регионов, например, Кыргызстана, к нам приезжают пациенты, именно узнав нас через ТНВ. Покупай «Татарстанское» вместе с ТНВ. У болельщиков «Зенита» был плакат «Леон Казань» на кутке России. «Леон Казань», да. У Олимпиакоса 7 баллов у Кокенакеса. Вы знаете, что самое интересное? Во второй партии диагональный американский «Кларк» не набрал ни одного очка. Вот такие вот дела. Зато 10 блоков у «Зенита». Получается, за сет целых 8 атак закрыли «Зенитовцы». В прошлом сете было 2-0 по блокам, теперь 10-0. Суммарно статистика первой второй партии. Действительно, у «Казанцев» остается на площадке Виктор Политаев. Диагонали, кроме того, вышел Алексей Спиридонов вместо «Леона». Есть возможность дать атакнуть некоторым игрокам. Очень спокойно проходит этот матч, особенно второй сет. Если первым греки еще пытались какую-то борьбу навязать, то во второй партии этого не было вовсе. Александр Гуцалюк своей подачей третий игровой отвязок начнет. 2-0. «Зенит» впереди. Ну и центральное блокирующие на этот сет. Гуцалюк, 14-й, 11-й, «Ащев». Доигровщики, соответственно, Спиридонов, 15-й, первый Андерсон. Связка, Кобзарь, 13-й номер. И Политаев в диагонали номер 12. У греков вернулся на место «Кларк». Номер 15. Связка, 8-й номер, «Крусалис». Доигровщики, 9-й, «Кокенакис». И первый, «Кристофиделис». Капитан команды. Ну и в центре сетки номер 4, «Юрисич». На второй центральной номер 17, «Токуридис». Два либера используют греческий клуб. У нас только Теодор Салмаров. Понятно, что Мэтью Андерсон, который сейчас атаковал и не забил, отыграет от звонка до звонка. Ему игровая практика нужна как воздух. Я, кстати, вспоминаю, что был уже в истории Казанского «Зенита» американец, который играл только в Лиге чемпионов. Это было, кстати, совсем недавно. Дэвид Ли, который сейчас выступает за Новосибирский локомотив. Олимпийский чемпион 2008 года. Ну, собственно, и в Новосибирске тоже он появляется, наверное, в половине матчей. В чемпионате России нужно думать о лимите легионеров. А в Лиге чемпионов, собственно, вот уже три игры Лока проводит дублирующих составов, в том числе и выезд в Испанию накануне, состоявшийся, собственно, незачем гонять основных игроков через весь континент, через 7-часовых поясов. Место в плей-офф заработано, а первую строчку можно забить и в домашнем матче через неделю против болгарского Марька Юни. Все четко рассчитывает Андрей Воронков. Он, кстати, я помню, что начал Лигу чемпионов выездом второго состава в Болгарию, и затем упали через три дня вот благодаря этому трюку и сохраненным силам основных волейболистов обыграл дома в рамках чемпионата России «Зенит». Ну, вообще, осень была довольно-таки напряженной для всех лидеров нашего волейбола. Это касается и «Зенита», и у себя «Слагмотива», и «Белогория», и «Московского Динамо». Все-таки формат Кубка России, канал 6-ти. Это очень серьезная нагрузка. И российское первенство, и Лига чемпионов. «Зенит» на четыре очка сейчас отстает от «Белогория». Причем очень важный матч. Пара недель состоялся в рамках чемпионата в Белгороде. Казанцы сумели обыграть со счетом 3-1 основного конкурента. Такой поединок за шесть очков фактически. После трудного начала сезона, когда было много травмированных, потом уехал Андерсон. Зенитов, в общем, явно нашел уже и свою игру, и свой состав, и адаптировался к этим условиям. Сейчас очень любопытно, что Олег на рядышком с площадкой был, и такую серьезную критику услышал свой адрес Кобзар. В предыдущем эпизоде Алексей Спиридонов не сумел забить после его передачи на пайп. Может быть, это как раз моменты разбирал Владимир Романович. Олимпиакоста тем временем впереди. 5-3. Полетаев в аут, и 6-3 в пользу Греков. Олимпиакоста тем временем впереди. Преимущество Греков по счету. Понятно, что его линия временная. Сейчас профи-пизнесу нужен съем. Спиридонов. Опять ловит его в защите Греки. Зато работает блок. Возможность для хорошей доигровки. Забивает Полетаев. От души приложился по мячу. Хорошая комбинация. Хороший розыгрыш. И Виктор такой взрывной темперамент у него. Просто взлетает, как на пружинках. Очень хороший парень. Вырос, собственно, уже практически вышел уже из возраста молодежки. Сколько он сейчас лет-то? Давай уточним, чтобы не наврать. 95-го года. Нет, еще сможет сыграть, да, за молодежную сборную. Но он, тем не менее, в прошлом сезоне-то выиграл и чемпионат Европы в своем возрасте. До этого и чемпионат мира. Одним из лучших в нашей национальной команде был. Это такое будущее российского волейбола. Уже, я не знаю, с прицелом. Ну, какой Олимпиада? Может быть, и в Рио, а может быть, еще через 4 года. Да, Виктор давно на слуху. А только-только входит вопросный волейбол. Не получилось сейчас организовать пайп. Это, кстати, уже полезно какая-то у Кобзаря. Сколько пайпов не прошло ни у Андерсона, ни у Спиридонова. То есть дело не у исполнителя, а в качестве доводки. Ну, а Зник продолжает. Олимпиакос закрывать блоком. У Летаева хорошая подача, сильная. Он ее демонстрирует сразу же. Ошибка. Нет, поле. Поле, да? Сейчас любопытный тоже такой диалог, который, ну, остался за кадром. Мне кажется, иногда игроки предлагают взять повтора, а повтора Лиги Чемпионов нет. Да, да, да. Вот Андерсон тоже показывал этот значок, такой квадратик, то есть монитор. Потом так удивляем на разве руками. Нету. Ну, нет так нет. 6-8 первому техническому зону не уступает. Ребята, поцелуйся. Ребята, поцелуйся. Millor 9. Ребята, большинство. Свои качества. Елена Юрьева была на Варшаканах, центральная нападающая Казанского «Динамо». Ну, я так смотрю, девчонки уже облачились в зимнюю одежду, но продолжают наблюдать за этим матчем. Ну, а сейчас как раз самое интересное. Мы с тобой ожидали, что все, уже борьбы не будет, а наоборот, третий сет пока самый любопытный. Конечно, «Зенит» немножко потерял в атакующей мощи с уходом Леона и Михайлова. Но это и, может быть, в какую-то мере уравновесило шансы команд и заставит сейчас тех ребят, что получили игровое время, выложиться и показать свой класс. Спиридонов полетает прежде всего. Пока очень тяжело даются Алексею очки. Несколько атак было в этой партии, в его исполнении забивают пока с трудом. Греки все тянут в защите. Ой, какое спасение! Да, красиво сыграли даже и запасные «Зениты». Поаплодировали гостям за самоотверженные действия в защите. Посмотрите. Стефану. Один из двух Лейбера, потом и Кокенакис прилетел своим начесанным коком, помахал прямо в камеру. 10-7. У нас есть свой ответ на эту прическу. Да, безусловно. 10-7 между тем. Плюс 3 у Олимпиакоса. Первый темп проходит. Александр Гацалюк. Быстрая и эффектная атака. По-прежнему «Зенит» отстает. Забивает. Забивает Майти Андерсон. 9-10. Ну вот, было три очка разрыва. Сейчас только одно. Понятно и очевидно, что класс «Зенита» выше. Вопрос только в том, когда все это будет реализовано. Слушай, а я вот только сейчас понял, увидев Лесика здесь сидящим на трибуне, фактически, что у «Зенита» в заявке один связующий. Да. Ну и надо сказать, что вчера... Все, 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 все. В общем, Лесик и не тренировался полноценно. Вот так мы с тобой провели полностью тренировку вместе с «Зенитом». Наблюдали за ней. То есть явно была сделана ставка на Маруфа, которую не дали использовать вот эти бюрократические проволочки. И поздно присланный трансфер из Международной Федерации в Лейболу. Вторую связку просто и не заявили. Так что «Клубзарь» играет у нас от звонка до звонка. Играет с переменным успехом, но вот, наконец-то, счет сравнялся после его доводки 11-му номеру Андрею Ащеву на табло 11-11. Ну вот мы с тобой отмечали, что очень тяжело дается комбинация «Пайп» с участием Мэтью Андерсона. Но насколько здорово сыграны «Клубзарь» с Глюцелеком и Ащевым. Практически все комбинации первым темпом не проходят. Видно, что отработано все максимально, досконально. И поэтому Игорь с таким удовольствием выбирает это направление атаки. Ух, какая хорошая, сильная подача. Алексей Спиридонов красавец на приеме. И вновь Олимпиакос. Чуть-чуть уходят вперед. 13-11. Грудью пытался Салпаров мяч оставить в игре, но слишком уж мощный был удар. Ну, кто ж куда попал, а туда попал. Кларк на подаче. Ошибка. Очень много брака в игре этого нападающего. Понятно, что и действие соперника повлияет. Но вот здесь-то можно было не ошибаться. Удивительный у меня получился второй сет. Диагональный не заработал ни одного очка. Ну, достойный ответ одного американца другому американцу. Достойный, в кавычках, конечно же. Ошибка на подаче. 14-12. Кокенакас. Лидер. Лидер Олимпиакоса. У него с подачей все в порядке. Выбитый прием. Алексей Спиридонов. Сложная ситуация. Атакует. Выпадает в блок. Далековато он был до сетки. Не самая удобная позиция для атаки. Мы увидели, откуда шла передача. И, в принципе, наверное, Леша и пытался играть по рукам, чтобы попасть потом в аут. Но тут здорово. Докуридис. Оставил мяч в площадке. 15-12. Полетает. Игрок, как ты говоришь, взрывной, быстрый. В этот раз обманул блокирующего. Греческой команды. В общем, в этом и в предыдущие. Полетаев так поэффективнее, да, вошел в игру? Чем Спиридонов? Да, чем Алексей Спиридонов. Надеюсь, что это вопрос времени. Ух ты, какая скидка неожиданная. Ну, готовы казанцы к этому и Мэтью Андерсу. Ого. Ногой, что ли? Такое вообще редко увидишь. Но понятно, что нападающий целился по пальцам, блокирующий. Ну, похоже, Кенакис в этом вообще уверен. Пойдут сейчас с судьей поговорят. Давай, видео, 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 мэды. Давай, что-то. Арбитр принимает решение, что касания блока не было. Ащев поддает. Нет, все нормально. Да, 14-15. Казанцы минимально отстают. Ащев. Смешили на блоке. Ух, как здорово, а. Кинжальный такой прям удар наносит Полетаев. Очень резкий, неожиданно. Да, у Виктора Полетаева очень высокая скорость съемок. Но он, наверное, не самый рослый волейболист, поэтому необходимо за счет скорости, да? Во многих ситуациях действовать. И мы это наблюдаем в сегодняшнем матче. Вот как сейчас. Просто красавец. 16-15. Зенит долго проигрывал, уступал. Но по второму техническому таймауту пришел с минимальным преимуществом. Зенит долго проигрывал, уступал. Все готово к продолжению игры. Третья партия 2-0. Зенит ведется и лидирует в концовке третьего сета. 16-15. Хотя отмечаем, что Олимпиакос на протяжении, наверное, минут 10-15 был впереди. Собственно, ребята, смотрим волейбол. Смотрим волейбол. Ну, видимо, как-то надо постепенно приучать детей. Уже тот факт, что они на трибунах уже хорошо. Ой, как здорово. Кларк. Опять не пробивает наш блок. Наконец-то. Наконец-то. Наконец-то, да, Скоридонов. Наконец-то Алексей Скоридонов забил. Алексей игрок эмоциональный. Как он вчера на тренировке зажигал. Не часто даже на игре такие эмоции, видишь? Димитриус Казазис очень надеялся. Все-таки хотят на один выигранный сет. Все, что у них и дома. Были сетболы в Перее против Денито. Я думаю, что это задача максимум для его команды здесь на выезде, да и дома наверняка. Евгений Севажелес наверняка в концовке этого матча появится. По всей видимости Владимир Лехович как раз к нему сейчас обращался. Осмотрим. Нет, не успевают блокирующие за Политаевым. Вот уже плюс три. Еще один шанс. Теперь Скоридонов в атаке. Ох, как здорово. Ну нет, не блок. Показалось, что Виктор Политаев сейчас это очко заработает. Именно блоком. Но мяч, кстати, на стороне Зенита оказался. Ну ничего. Ну, в случае Казанца впереди. 18-16. Алексей Скоридонов забивает, забивает. Еще одно очко набирает. 19-16. Потихонечку приближаемся к самому завершению этого сета, а возможно всего матча. Извините, к этому близко. Красавец, Виктор. Какая подача, а. Что хотят делать сейчас казанские ребята? Любу Дорду наблюдать за их игрой. Да, и второй тайм, а вот греческий. Виктор. 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 Греческий связующий и парусалис такое ощущение, что между розыгрышами успевает своим партнерам анекдот рассказывать. Он все время улыбается, смеется. Ну, может быть, он понимает реальное соотношение силы и, в общем, так особо и не напрягается по этому поводу. Оп! На ту сторону у Витя сегодня просто счастливый день. А вот сейчас тройной блок оказался не совсем прочным. Смотрим, что здесь было. Мяч проскочил двумя блокирующими. Ну, проскочил, но дальше, видимо, коснулся площадку с другой камерой. Повтор посмотреть не очень хорошо. Это видно было. А, то есть очков у «Зенита» все нормально. Но бывает и такое. 21.16. Витяр Полетаев продолжает подавать. Опять очень здорово. А вот сейчас игроки «Зенита» вновь поверили, что будет аут, но мяч четко в площадку упал. В принципе, и Полетаев, и Андерсон, могли его брать, но уже, видимо, тоже немножко такое расслабленное настроение. Греки сами сейчас отдают очки. И дело идет к сухой победе «Зенита». Очередной, между прочим, в чемпионах победе, которая закрепит лидерство казанцев в группе. Уже математическое первое место будет гарантировано. Пробежал по нашей стороне Христофиделес. 23.17. Да, похоже, что белоплотенцы Олимпиакос выбрасывает на площадку. Что должно произойти при счете 23.17 в этом сете. И даже фаны потихонечку начинают покидать. Центр волейбола «Санкт-Петербург» уверены в победе. Уверены в ней и мы. Ох, Алексей Спиридонов, а какое спасение мог сейчас совершить. Но не получилось. Когда Севажелес появится на площадке, вспоминали, что он был героем финала Кубка России в Белгороде. Потом из-за повреждения пропустил несколько игр. Ну и вот в концовке матча дает ему Владимир Иванович Олег на почувствовать не только тренировочный, но и настоящий игровой ритм. Но тут, собственно, он, может быть, всего на пару минут появится, потому что уже матч был. Все вместе! Россия! 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 24.18. Абсолютная подача. Придется со своего съема зарабатывать это последнее очко. Сейчас друзья все вместе! Очковые оборуды! Но запасные мы видим уже готовы выйти на площадку и приветствовать... своих коллег. Да, вот последнее очко. Это Андрей Ащев. 25.19. В третьем сети. В третьем сети.